Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Современная история стран Европы и Америки». Сегодня у нас с вами вторая лекция, тема «Научно-технический прогресс и развитие культуры в межвоенный период, 1920-30-е годы». Соответственно, мы рассмотрим два вопроса. Первый – «Научно-технический прогресс в межвоенный период», и второй – «Развитие культуры в то же время». Итак, задача нашей лекции – рассмотреть основные тенденции развития науки, техники и культуры в период между Первой и Второй мировыми войнами. Итак, начнем с «Научно-технического прогресса». Важнейшей тенденцией «Научно-технического развития» в послевоенные годы были предопределены революцией естественного знания, которая прошла на рубеже 19-20 веков. Лидирующей позицией продолжала занимать атомная физика. Рассмотрев законы микромира с позиции теории относительности, английский ученый-теоретик Поль Дирак в 1926-1927 годах разработал новое направление физического знания – релятивистскую квантовую механику. Из орудия Дирака следовало, что электрон может обладать энергией с отрицательным значением. Высказано было предположение о существовании такой же частицы, но с положительным зарядом. В 1932 году американский ученый Андерсон обнаружил эту античастицу в составе космических лучей и назвал ее позитроном. Было также установлено, что при некоторых условиях электроны и позитроны могут аннигилироваться, то есть взаимопоглощаться, превращаясь в частицы электромагнитного излучения – фотоны, или наоборот, возникать из фотонов. В том же году английский физик Чедвик открыл еще одну элементарную частицу – нейтрон, не обладающую электрическим зарядом. Благодаря этому открытию физическая интерпретация периодической системы элементов была в целом завершена. Исследования атомных ядер велись с помощью альфа-частиц, каждый из которых, как известно, стало в 1930-е годы, состоит из двух протонов и двух нейтронов. Направляя поток альфа-частиц на пластину алюминия, французские физики Ирен и Фредерик Жолио Кюри впервые искусственным путем получили радиоактивные изотопы, излучавшие нейтроны и другие частицы в результате постепенного распада атомных ядер. В ходе опытов Жолио Кюри атомы алюминия превращались сначала в радиоактивные атомы фосфора, а затем в устойчивые изотопы кремния. Применение вот этих вот радиоактивных изотопов, еще назвали меченые атомы, а их к 1940 году было открыто более 200 видов, позволило сделать множество открытий в технике, биологии и медицине. К концу 30-х годов XX века ученые разных стран вплотную подошли к практическому получению атомной энергии, высвобождающейся в ходе деления ядер урана. В 1939 году ученый Ферми, эмигрировавший в США из фашистской Италии, сформулировал идею цепной реакции деления урана, а супруги Жолио Кюри подготовили конкретную схему аппарата, в котором может происходить такая реакция. Одновременно разрабатывались проекты первой атомной бомбы. Важнейшие научные исследования и так производились в тот период в области физики, химии, биологии, медицины. Были открыты кванты, началась разработка квантовой механики. В начале XX века появилась теория относительности Альберта Эйнштейна и ядерная реакция, да, так сказать, один из основных элементов научных исследований того времени. Химики искали способы создания новых искусственных материалов, разрабатывали способ получения синтетического каучука. Велись работы в области генетики. В медицине огромных успехов достигла микробиология и фармакология. Огромное значение имело открытие англичанином Флемингом в 1929 году первого антибиотика пенициллина. В 20-30-е годы XX века началось массовое производство машинных механизмов, мы переходим к технике, да, приводимых в движение электричеством или работающих на двигателях внутреннего сгорания. В промышленности все чаще использовались автоматические станки и конвейеры. В 20-е годы началось и регулярное авиасообщение, пассажирское авиасообщение. В это же время стало распространяться радио, затем возникло телевидение, появляются первые образцы домашней техники, холодильники, стиральные машины, электроутюги и так далее. Отличительной чертой техника технологического развития 20-х, особенно 30-х годов XX века, стало массовое производство и использование электроэнергии. Электричество превращалось в решающий фактор становления новых энергоемких отраслей промышленности и осуществления различных систем механизации и автоматизации технологических процессов. Среди двигателей, которые использовались на транспорте, в строительстве, в сельском хозяйстве, бесспорно первично перешло к двигателям внутреннего сгорания. Паровозы вытеснялись тепловозами, пароходы – теплоходами. Тракторы и комбайн становились неотъемлемой частью сельского пейзажа. К концу 30-х годов в США, Канаде, Англии, Германии было регистрировано 6 миллионов грузовых и более 30 миллионов легковых автомобилей, для которых создавались особые скоростные шоссе – автострады. Исследования рубежа XIX-XX веков в области радиотехники подготовили широкое практическое применение без проволочного телеграфа и телефона. Радиовещание стало регулярно развиваться в начале 20-х годов и в США, и в Советском Союзе, в Англии, и во Франции. А в середине уже 20-х годов в Англии, США и СССР были осуществлены первые пробные телевизионные передачи. И мы переходим к развитию культуры в межвоенный период. Начнем с новых течений в художественной культуре. Еще в конце XIX века в духовной жизни общества передовых стран мира начали распространяться ощущения кризиса близких коренных перемен, в том числе в сфере культуры. Отражением этих настроений стало зарождение течения, названного модернизмом. От слова модерн, да, новый, современный. Модернизм не имел единой идейно-художественной программы, но всех его сторонников объединяло неприятие в той или иной степени реализма в искусстве, поиск новых художественных форм и средств. Популярными направлениями модернизма стали импрессионизм, пост-импрессионизм и символизм. Наиболее популярными стали произведения французских художников-импрессионистов. Мане, Дега, Ренуары. Представителями пост-импрессионизма считаются Ван Гог, Поль Сезанн, Пол Гоген. Оба этих течения отличают особое отношение к цвету, стремление передать все его оттенки. Самые смелые поиски новых художественных форм вели представители течения, объединившиеся под общим понятием авангардизма. Примерами авангардизма были течения кубизма, фамизма, фавизма, экспрессионизма, супрематизма, футуризма, сюрреализма и т.д. Первые шаги абстракционизма связаны с именами русских художников начала XX века, Кандинским, Малевичем и другими. Наиболее выдающиеся представители художники Пикассо, кубизм, Матис, фамизм, Нольди, экспрессионизм, Сальвадор Дали олицетворил собой сюрреализм. Надо сказать, что особым направлением в культуре конца XIX-начала XX веков стал стиль модерн. Его последователи считали, что прекрасность создает искусство, которое и должно приносить это прекрасное в жизнь. Очень многое возникло в течении архитектуры, в том числе конструктивизма, функциональной архитектуры. Самым знаменитым мастером функционализма в архитектуре стал француз Ле Корбюзье. Теперь о литературе. В литературе начала XX века продолжали во многом использоваться идеалы реализма. Многие писатели обращались к социальной тематике и критиковали капиталистическое общество. Французы Ромен Ролан, Анатоль Франц, американец Теодор Драйзер и другие. Но в 20-е годы появляется яркая плеяда талантливых молодых писателей, создавших так называемую литературу потерянного поколения. Таким поколением американская писательница и редактор Гертруда Стайн назвала группу американских литераторов, проживавших тогда в Париже. Это Эрнест Хемингуэй, Дос Пассос и другие. Впервые это определение было дано при характеристике романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», написанного в 1926 году. Затем этот термин стал означать направление в литературе 20-х годов, отразившее протест против бесчеловечной бойни Первой мировой войны, настроение пессимизма и разочарования в социальной действительности образе жизни. Наиболее известные произведения потерянного поколения были созданы немцем Эрихом Мариоримарком, «На западном фронте без перемен» и англичанином Ричардом Олдингтоном «Смерть героя». В них отражается протест против войны, бессмысленной бойни, страшного в своей обыденности и устребления людей. В этих произведениях содержится также сошеление об утраченных идеалах и ценностях и ностальгия о довоенной жизни. В 1920-е годы были опубликованы «Фиеста» и «Прощай оружие» Эрнеста Хемингуэя, «На западном фронте без перемен» Ремарка, «Смерть героя Олдингтона» и другие произведения, в основном участников все той же Первой мировой войны. В это же время были созданы крупные произведения мастеров и модернистской литературы. Англо-иранский писатель Джеймс Джойс опубликовал роман «Улисс», австриец Франц Кавка, романы «Америка», «Процесс», «Замок», француз Марсель Пруст, роман «В поисках утраченного времени», Томас Эллиотт опубликовал свои стихотворения. Других писателей привлекала активная борьба против неравенства и несправедливости за свободу. Пример такой борьбы – это роман француза Анри Барбюса «Огонь». Популярность получает жанр антиутопии. Многие авторы – Евгений Замятин, Олдас Хаксли, позже Оруэлл – задают фантастические произведения, рисующие антигуманный мир, в котором человек полностью подчинен государству. Ужасы Первой мировой войны, ее тяжелые последствия и в целом условия послевоенного крутого исторического излома породили в Европе движение протеста против действительности и даже самого искусства. В конце войны и первые послевоенные годы на смену кубизму, футуризму и экспрессионизму приходят новые течения – дадаизм и затем сюрреализм. Дадаизм происходит от бессвязного детского лепета «Дада» объединил в годы войны небольшую группу швейцарских художников, занимавших агрессивную антиэстетическую позицию. Они отрицали смысл жизни, искусство как творческую деятельность. Отсюда дадаисты увлекались коллажем, фотомонтажем, сооружением механических устройств, устраивали маскарадные действия. Они отвергали идею художественного синтеза, намеренно ее пародируя. Дадаисты предлагали творчество без всякой мысли, исходя из проявлений естества жизни. Эти иррациональные течения вскоре сменились новым – сюрреализмом, течением, рассматривающим мир как наргомождение парадоксов, кошмара и социального безумия. Сюрреализм также отрицал художественный синтез, создал свою стилевую форму, идейную концепцию абсурдности, бытия которой представляются художественными в виде пугающих кошмаров и неправдоподобно фантастических видений. Мировую известность привело творчество каталонца Сальвадора Дали. В 1930-е годы влияние сюрреализма распространилось за пределы Западной Европы, достигнув Латинской Америки и Японии. Два слова о театре. Разнообразные течения в Западноевропейском и Американском театрах этих лет сводились к основу к двум большим школам – реалистической и экспрессионистской. Торжество реализма проявилось в признании системы Константина Станиславского, ставшей всемирно известной благодаря гастролям Московского художественного театра и публикации книги великого режиссера «Моя жизнь в искусстве». Развитие экспрессионистского направления тоже было во многом обязано влиянию советской режиссеры школы Мерхольда. Выдающееся значение имела деятельность немецкого режиссера Рейнгарта, мастера яркой театральной выразительности, особенно прославляющего искусство массовых эпизодов. Среди драматургов самыми прославленными стали англичанин Бернард Шоу и немец Бертольд Брехт. Кинематограф. Бурдными темпами протекало развитие киноискусства. Целой эпохой в этом жанре стало творчество великоамериканского актера и режиссера Чарли Чаплина. В его немых фильмах «Малыш, золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена» главным героем стал смешной человечек с тросочкой в котелке и больших ботинках, одновременно смешной и несчастный, вызывающий смех и жалость. Новую эру в мировой кинематографии открыло звуковое кино. Главным выразительным средством звуковых фильмов стал диалог, что дало повод назвать эти фильмы «Новые звуковые» и 100% разговорными. В кино появились музыка и песни. Кстати, первый звуковой фильм назывался «Певец джаза» и был снят в 1927 году. В 20-е и 30-е годы, в 20-е веку, крупнейшим центром киноискусства стал пригород Лос-Анджелеса Голливуд. Голливудское кино этого периода характеризуется массовыми постановками мелодрам, мюзиклов, детективов, гангстерских фильмов, фильмов ужасов с вампирами и комедий. Несколько слов буквально о крупных кинокомпаниях вам известны. Давайте я вам назову годы их создания. В 1912 году были образованы Universal Studios и Paramount Pictures. В 1919 году ведущие актеры Пикфорд, Фербенкс, Чарли Чаплин создали кинокомпанию United Artists. В 1923 году была создана компания Warner Brothers. И, наконец, в 1924 году Метро Голдвин Майер и Columbia Pictures. Это все известные вам крупнейшие киноконцерны. Лизература по данной теме это учебники по новейшей истории Александрова, учебник для комического бакавриата, история новейшего времени Европы Америки под редакцией Яськова, Зеленская история стран Запада Европы Америки в новое время, Пономарев Смирнова, это практическое пособие, и учебное пособие мира в 20 веке. Теперь вопросы для закрепления. Первый. Какие важнейшие открытия в науке и технике были сделаны в 1920-30-е годы? Второй. Какие основные тенденции развития литературы в период между двумя мировыми войнами? Третий вопрос. Каковы основные тенденции развития изобразительного искусства в период между Первой и Второй мировыми войнами? Четвертый. Что вы знаете о развитии киноискусства в 20-30-е годы XX века? И, наконец, последний, пятый вопрос. Что такое экзистенциализм? И назовите самых известных его представителей. На этом наша лекция закончена. Благодарю за внимание.